15 марта Даниил Кувалдин запомнит на всю жизнь. Именно в этот день ученик 26-й школы получил первый документ – паспорт, который не только удостоверяет личность, но и открывает двери во взрослую жизнь. Для меня это ответственный шаг, признается Даниил, ведь паспорт одновременно дает права и налагает обязанности. Чувствую я гордость, я горд за свою страну, я горд, что я получил паспорт, свой первый паспорт. Я стал гражданином своей страны, это большая ответственность, я постараюсь выполнять все правила Конституции и участвовать в жизни страны, быть патриотом. За торжественным мероприятием, вручением паспорта, стоит работа не одного ведомства, и герой нашего сюжета убедился в этом на собственном примере. Перед тем, как получить документ, мальчик вместе с отцом прошел все необходимые процедуры, начиная с заполнения бланков и заканчивая фотографированием. Кстати, сегодня все эти действия в отделах по гражданству и миграции города или района можно совершить по принципу одного окна, что ощутимо экономит время. К примеру, Даниил также прошел всю административную процедуру в стенах одного отдела. Даже на примере нашего сына мы очень горды, что он получает свой первый паспорт. Мы принесли документы, у нас приятные приняли, все объяснили, все показали, рассказали, поэтому мы очень довольны этой процедурой. И, естественно, гордимся, что наш сын станет гражданином, полноправным гражданином нашей страны. Мы ввели такую возможность, и Управление внутренних дел к нам пошло навстречу, это, скажем так, фотографирование граждан, которые к нам обращаются. Уже такие виды услуг мы оказываем в Московском, Ленинском районе города Бреста, в больших городах, в городе Барановичах и Пинске. Мы подумали о тех гражданах, которые действительно, может быть, недееспособны, об инвалидах. И здесь я хочу сказать, что если есть такие граждане, которые действительно нуждаются в оформлении национальных паспортов или в оформлении каких-то документов, которые входят в нашу компетенцию, наши сотрудники могут выехать по месту проживания, взять соответствующее заявление, сфотографировать. Кроме Даниила Кувалдина, еще 19 ребят, лучших учеников учреждения образования Московского района города, получили свои паспорта. Среди них Константин Степанюк, у которого сегодня тройной праздник – день рождения, день Конституции и день получения главного в жизни документа. Я очень волнуюсь, я очень рад, что родился именно в этот день. Я буду считаться, наверное, гражданином Республики Беларусь, уже официальным лицом. Ну и буду как-то более взрослым. Чувствуешь какую-то ответственность? Да, очень большую ответственность чувствую. Безусловно, все 20 ребят в дальнейшем будут гордо нести звание гражданина Беларуси, отстаивать ее независимость и право на светлое будущее. Перед началом ответственного жизненного этапа свое напуствие юношам и девушкам дал глава администрации Московского района Вадим Кравчук. Конечно, на нашем ребятам, прежде всего, хочется пожелать, чтобы они хорошо учились, поступили именно в те среднеспециальные и высшеучебные заведения, те, на которые они уже наметили перед собой. Мы затем добросовестно трудились на благо нашей Родины.